Все руководители компании сидят в депутатах, в министрах. Да он за зарплатой забывал приходить годами. Его эта зарплата не снял, если он десятками миллионов из отрасли вынемет. Важно установить высокую зарплату, чтобы туда люди шли именно работать за зарплатой. Ворвалось туда больше 200 депутатов, совершенно неизвестных молодых людей. Это настоящая революция. Негодяй нанес ущерб Украине, посоветовал нам и поддержал тех, кто лезет в сельское хозяйство. Геннадий Балашов – долларовый миллионер? Наверное, да. Я вітаю глядачів, слухачів та подписчиков Политека. Мой сьогоднішний співрозмовник – це лідер партії 510 Геннадій Балашов. Пане Геннадію, я вас вітаю. Вітаю. Пане Геннадію, як ви думаете, яку зарплату повинні отримувати члени Кабінету Міністрів? Паритетною з корпораціями. Чтобы взять хорошего спеціалиста з успішної корпорації, достаточно большой, потому что это большая масса людей, ими надо управлять. И чтобы оттуда из коммерческого сектора перематить на министерскую должность, должна быть зарплата хотя бы такая, как в крупных корпорациях. У топ-менеджера. Но от трьох тысяч долларов не меньше. На вашу думку, наши министры заслуговують на зарплату у 100 тысяч гривень? Да, вполне. Заслуговують? Да. Она должна быть такая зарплата, потому что это, опять же, чтобы получить новые кадры, которые идут не воровать, а работать. А здесь вопрос, вы все равно не запретите и ворам идти, баллотироваться на эти должности. Но чтобы вы пошли баллотироваться честно, работая в корпоративном секторе, на зарплате 3 тысячи долларов, и думаете, ну пойду в министр и буду 5 тысяч получать. Ну, тут логика понятна, ты идешь на зарплату. Когда человек в корпоративном секторе зарабатывает 50 тысяч долларов в месяц, а идет на 3 тысячи долларов, то явно воровать идет. И не решить не жить на заработную плату. Потому что я считаю, что до 100 тысяч гривен это могла быть нормальная зарплата. У нас медики, до речи, же вызывают постоянно, когда нужно спасать жизнь, и далеко не все получают по 100 тысяч гривен. Ну, вообще, власть это как армия. Там работаешь круглосуточно, тебя могут вызывать когда угодно, ты всегда находишься в режиме напряжения. Это достаточно напряженная норма. Когда резник так говорит, я бы еще добавил к его словам не только 100 тысяч минимальной зарплаты, и ограничение 40 лет должно быть. Если вы в исполнительной власти, в министерство, замминистра до 40 лет. А дальше иди в рынок работать. А, то чтобы молодые люди, я так понимаю, працювали. Если тебе уже 41 год, то ты уже не можешь працювать. Да, вот сам резник не должен там работать. Потому что он пришел из очень дорогой компании, которая была связана в свое время с Власенко, с этим НАК «Нафтогазом Украины». Понятно, это очень успешная юридическая компания из корпоративного сектора. И когда резник идет непопонятным мотивациям, он идет на оккупированную территорию для меня. Но то, что не из-за зарплаты, это точно. И не служить народу. На вашу думку, чему так постійно и депутаты 9-го скликанья, и, зокрема, урядовцы, они так час от часу скаржаются на свою зарплату? Потому что, когда ты приходишь працювать, ну, напевно, работу, выполнивать ее, то, конечно, ты же знаешь, наперед, на какую ты зарплату претендуешь. Если ты понимаешь, что 36 тысяч гривен тебе замало, то даруйте, какого ты туда прожишься? В том-то и проблема, что когда низкая зарплата, туда прутся люди, весь непотреб идет. То есть люди явно идут не на зарплату жить. Явно идут становиться столовым начальниками и получать денег. Когда появляется большая зарплата, большая мотивация, многие люди идут именно за зарплату работать. И у слух народа это стоит остро, потому что во времена Януковича этот вопрос не стоял. Они даже от пенсии отказались. Ну, то есть освободили себя от будущих пенсий, потому что все руководители компании сидят в депутатах, в министрах. Да он за зарплатой забывал приходить годами. Его эту зарплату не сняли, если он десятками миллионов из отрасли вынимал. Так, это правда. Я памятаю, коллеги-журналісти приходили до Верховной Ради, спілкувалися у кулуарах с депутатами деякими, запитывали, а какая у вас зарплата? А я не знаю, я не снимаю. А потом я на благотворительность пускаю. Ясно, что они жили не на зарплату. И мотивация идти работать на государственную должность у них не получать зарплату, а должна быть только получать зарплату и делать карьеру. Вот две полагающие вещи – это делать карьеру в будущем корпоративном секторе. Потому что вот как на Западе это строится, в том же самом США. Вы идете на небольшую зарплату прокурора работать, но в перспективе, если у вас все хорошо сложится, вы пойдете в адвокатскую деятельность, там будет вам в разы больше платить. И это самая главная мотивация – сохранить карьерный рост и получать достаточную зарплату для того, чтобы нормально жить. Поэтому очень важно установить высокую зарплату, чтобы туда люди шли именно работать за зарплату. Другая категория людей будет. Так вычистили в Грузии, насколько я знаю, реформа в полиции так проходила. Когда они порог 800 долларов поставили для полицейского, другие кандидаты пришли. Вот сейчас в украинскую полицию приходят, там 300 долларов зарплата. Да все, что там это вообще-то. Пойдем, пацаны, 300 долларов. Он же явно, ты не проживешь в Киеве за 300 долларов. Явно тебе надо где-то будет что-то делать. А вот 1000 долларов в Киеве – это была бы правильная зарплата для полицейского. И пришли бы другие люди, другой рост, другая подготовка, другое образование. Появился бы выбор. А сейчас нормальный человек в полицию не пойдет. Идут все, вот села поприезжал в Киеве, так пойду послужу родине. Пане Геннадіо, знову ж таки, якщо говорите політично, ну навіщо драконити людей? Олексій Резников – це далеко не бідна людина. Це людина з досвідом. Це не людина, у якої зараз в трудовій книжці там перший запис, там член кабінету міністрів. Ти кажеш про те, що 36 тисяч гривень тобі мало. Мало. Ти хочеш отримувати 100 тисяч гривень. Нет, Резник не сказал, что он хочет. Он говорит, что должна быть зарплата достаточно... Ну, было бы непогано, так. Да, ну а людей тоже надо привучать. Але же у нас минималки 6 тисяч. От як людині, яка отримує минималку 6 тисяч, чути від урядовца, що нам би треба зарплату 100 тисяч гривень. Чому він не каже про те, що у людей повинна зарплата від 20 тисяч гривень? Ну, скажет он это, ну и что дальше? Человек же сам должен зарабатывать зарплату. Проблема человека, что тебе никто не платит зарплату. Тебя посадили на минималку. Ты мало стоишь. Ты, тогда человек, задай себе вопрос, почему ты так мало стоишь? Какой твой профессионалин? Что ты вообще умеешь делать? Кому ты нужен в этой жизни? И почему ты сидишь на минималке? Эти же вопросы он должен ставить себе. Но этот же человек при помощи телевидения, драконица, в том плане, несправедливо, я тоже хочу 100 тисяч. Хочешь 100 тисяч? Участвуй в конкурсе. Получи образование. Поработай в корпоративном секторе. Претендуй на министерский пост. Это же министр. Это же вообще разрыв должен быть. А то, что ты 6 тысяч, так извини, столько ты стоишь. Тобто, вы радите просто дивитесь на себя в зеркало и шукать ответы на эти вопросы. А то ты идешь министру завидуешь. А ты меньше не хочешь? Брэнсону позавидуй, который в космос летит. Ну позавидуй, у него 3 миллиарда капитал. Ну что ты, ты тоже, наверное, хочешь как Брэнсон, да? У богатюх, знаете, у нас есть еще не зареализована дитячая мрія, что до космоса там полететь. Поэтому проблема нашего телевидения, наших людей, мы драконим своих демонов в ненависти к богатым. Нам подставляют богатые люди, которые владеют телевизором, подставляют. Ой, смотрите, министры, получать хотят 100 тысяч. Да это минимум, сколько должен получать человек управлять. Вот, например, замминистра, я тут столкнулся, замминистра юстиции. У него в подчинении 10 тысяч этих исполнителей. 10 тысяч плюс частные исполнители, плюс нотариат, плюс судебная экспертиза. И это все вот в этом монстре сидит. И сидит сверху человек на зарплате сколько? Тысячу долларов. Сколько вы должны ему платить? Чтобы он не спокусився. Потому что когда у тебя в подчинении 10 тысяч нотариусов, а каждый нотариус работает или исполнитель. Но отримуючи зарплату 200-300 тысяч гривен, ты все равно можешь спокуситься. Можешь. Но мы говорим сейчас о возможности прихода других людей. Потому что на 100 тысяч сразу с корпоративного сектора многие захотят туда именно из-за зарплаты. И это другие люди. Потому что, ну, если человек идет воровать, тут все. Все понятно. Но новое поколение, оно же не хочет уже воровать. Ну, многие уже не хотят так. Они хотят прийти на высокую зарплату. Они хотят спать спокойно. Они хотят на карту получать деньги, делать карьеру и получать высокую зарплату. Слушайте, ну, спілкуючи, знову ж таки, з багатьма депутатами з фракції «Слуга народу», для яких це фактично перша робота, так вони таки кажуть, прийшли, тому що, ну, хочемо заробити. Ну, хотя бы. 50 тысяч гривен – це за мало. Ну, конечно, мало. Резник, он не должен работать в исполнительной власти со своими капиталами. Он должен работать в парламенте. Ну, балотироваться, выбираться и менять законодательство. Він на громадских засадах працював депутатом Києврада. Таке було. Это на громадских засадах, зачем оно тебе надо. У тебя юридическая кампания. Ты хочешь продолжать быть решалой, как ты и был раньше. Потому что это скорее решалы. Все в хозяйственных судах у них в основном. Поэтому мы говорим о том, что такие, как Резник, которые, они должны менять законодательство. Но никак не идти в исполнительную власть. У меня тоже вопрос с Крезником. А зачем ты пошел в исполнительную власть, когда у тебя мотивация, а не зарплата? Я не знаю, как вы будете измерять коэффициент этого министра. Если его задача выполнять закон. И все. Когда вот эти вот Медведчуковские или там Януковские, Азаровские кричат, туда должны прийти профессионалы, профессионалы чего? Исполнение закона? Так любой может быть человеком, который может в состоянии прочитать закон и выполнить его. Или применить его так, чтобы он выполнялся. Вице-премьер-министра с питанием часово окупованных территорий, которые еще занимаются, реинтеграция. Вот что сделал пан Резников на шляху до того, чтобы мы повернули... Я не слежу за творчеством Резника. Но могу сказать, что он пошел туда, мотивация была не зарплата. А я не знаю, какая у него мотивация. И сколько у нас таких Резниковых? Проблема. Вот это и есть проблема. Поэтому надо... У слух народа была одна светлая мысль перед выборами. Мы не берем никого из бывших. Вообще никого. Вот человек должен быть как чистый лист бумаги заходить. Вот поэтому очень много ноунеймов туда зашло. И это было правильно, потому что это смена поколений была. А на сегодняшний день надо в государстве установить. До сорока лет ты можешь послужить государству, на зарплату поработать. А потом иди как. Что нацаревал, тем и пользуйся. После сорока в исполнительную власть тебе вход вообще запрещен. Не надо там профессионально. Там нужны люди, молодые, работоспособные, которые могут... Пиши мемуары, читай лекции, проводи семинары. Иди в законодательную власть, иди там партию поднимай, идеологию. Но в исполнительной власти тебе уже делать нечего после сорока. Там должны работать молодые граждане, как вы говорите, солдаты, которые выполняют закон. Ну тогда оно динамичнее пойдет. Центр, я так понимаю, встановить парламентом, юридичным. Да, юридично там после сорока делать нечего. Гораздо. Пане Геннадіо, дивіться, если вы говорите, знову ж таки, такую вот рубрику зашквари тижня. Олександр Юрченко. Знаете, что всю историю потрапил в ДТП у Львови, начебто, он перебывал под экстазией. Ну я думаю, что там еще будет продолжение всей истории. Чи не забагато каких-то зашкварьев останнім часом, які повязані з народными депутатами, слугами народу, які постійно там потрапляють в певні вот такие истории, коли повязані, ну вони повязані з тим, що там Брагар перебував за кермом, його там спіймали. Ну смотрите, я был депутатом 98-го, 2002-го. Можно было кататься пьяному по городу. ГАИ вас останавливало і отпускало. А такі були правила. Знаете, общеустановившися. Депутатов ми не трогаємо і так далі. І власть вся так себе вела. Куча п'яних на дорогах. Не було соціальних сітей. Сьогодні, коли депутат роботи, сьогодні соціальні сіти буквально можуть казнити. І на сьогоднішній день казнят Юрченка, як жертву соціальних сітей. Ну, во-первых, він не вміє себе вести, не може пользоваться властью, обнаглел Ахамедове, богатий дурак называется, ще й с властью. Можно сказати, обез'яна з гранатой. Вот так він реалізується, так він реалізується себе. Це його больші проблеми. Але сьогодні, якщо раніше ти мог скріться, спрятатися, а сьогодні от соціальних сітей не вбіжиш. Саме головне, що вони влияють на перших лиців государства. Це становиться делом чести, мундира. Зеленський має щось говорити по поводу Юрченка. Він вже говорив, що він має сидіти. Аваков має приймати якісь меры, звони, говорить, накажіть його. І вся власть включається в плані наказати. І сьогодні, якщо ти публичне лице, це значить, що ти не більше защіщен, а менше защіщен. Тому що, якщо ти щось совершиш... Русіський уязвим. Уязвим сильно. Це розуміють звізи. Ну, разве може Пугачєва вести себе непотрібним образом? Це зразу розлетиться. І любого іншого. Висказування чоловіка известного, це він з самодисципліною должен займатися. Юрченка, зрозумість, що недоросль, под екстерси. Він не розуміє, що парадигма змінилася. Ти не прикріг депутатам. Наоборот, депутатство робить тебе відкритим. Це, чому монахи на дерев'я не лазять? Та потому, що у них трусів нет подряд. Тепутати не должны так себе вести. Це вже самоотвесливо. Ти наносиш ущерд не тільки себе. Як би відбувалося в Штатах? Там же всього дві партии боряться. Якби такий Юрченко появився в демократах, чи в республіканцях, і попався, йому просто пригласили. І сказали, «Беги, біги з парламента, біги, прячься под...» Зроби вигляд, щоб тебе шукали. Тому що придуть журналисти, ми їх не остановимо. Придуть інші депутати з враждебною стороною, ми їх не остановимо. Включиться міністерство, яке тя буде перевіряти досконально. Включаться всі, і це буде виплескаються. Ти вже все, під рентгеном. Ось цей рентген сьогодні соціальні сети і передоставляють нам. Пане Геннадію, так а ви особисто на підпитку їздили за кормом? Когда-то, да. Я же із діких 90-х. Показывали корочку і все. У мене цих корочок було 20 штук. Коли-то гаишники все время мене остановували, в Днепровитровскі брали 10 рублей. По тим временам. Я їм отдававав, вони мене отпускали, а работало безукоризно. А потім появились ці пропуска бесконечні. І вот мене остановував цей гаишник, який привык брати все время деньги. А я вихожу, говорю, удостоверение. Он говорит, це вже не действує. Я ему говорю, а вот це? А он говорит, і це вже не действує. А я говорю, а вот це? А вот це до свидання. Вам що, 10 рублей жалко говорить? Вот так це работало. Ми в такій парадигме жили. Сейчас, коли ми в парадигму вошли в соціальних сетей, у мене щас і в голову не приходить сесть за рулем п'яным. Потому что я понимаю, что эта полиция новая, кстати, у которой уже другая немножко зарплата, она 100% тебя арестует. За неправильную парковку она и депутатство, или известность даже. У меня машина раскрашена в 5-10. Это меня ухудшает, потому что за мной стояночники охотятся. Они хотят именно эту машину украсть. Ну, она же раскрашена. Поэтому я понимаю, что как публичное лицо, как человек, который представляет партию, я должен вести себя скромно. Вы, как человек, скажем так, иншой формации, это понимаете. Оцениваю обличие, этого не понимаете. Пока нет. Пока у них тестостерон, пока они еще молодые. Потом, вы же не понимаете, деньги как наркотик действуют. Плюс добавляйте к денежному наркотику еще и другой наркотик. Надо сразу, все смотрят бэкграунд этого Юрченка, откуда он пришел. Он пришел по Киевскому округу. Он занимался застройками незаконными. Это те люди, которые наживаются на постройках крышевания или на езду на строительный бизнес. Короче, он в системе. Кто его профинансировал? Знаешь, он где-то с пацанами. Опять же, откуда машина? Опять же, откуда имущество? И сейчас вот это все на него заходит. Я думаю, что и НСК заинтересуется. Я думаю, что и наркоконтроль заинтересуется. Очень многие сейчас должны поднять. Олександр Корнієнко, лидер партия «Слуга народу», уже сказал про то, что Юрченко должен добровольно скласти депутатский мандат. Поки що пан Юрченко цього не зробил, на мою субъективную думку, цього и не зробит. Он и не сделает. А зачем ему? Ему не надо. Единственное, что если его действительно подожмут уголовными делами, не знаю. Но думаю, что за потребление экстази ничего не будет. За это, ну, права заберут. Купят другие. Давайте такая высокопарная. А морально-политичная? А на морально-политичную я так понял, что Юрченко абсолютно наплевать. Во-первых, он не член фракции «Слуги народа». Он самостоятельный депутат. Зачем лишаться депутатов? Он тот депутат, который фактически на прозвищу Зеленского, на его горбу, пришел до Верховной Ради. Да, плевать. Вот это же проблема. Когда вы берете человека никто, делаете его министром, потом снимать будете министром, а не никто. А у нас люди думают, что вы сделали из никого депутатов, а теперь снимаете депутатов. Теперь он уже депутат, человек с законодательной инициативой. Человек, который может добавить голоса Майбаху, может добавить голоса ЕС, может добавить кому-то. Правда, и репутационных партий заодно тоже. Но голосовать он может сейчас как угодно, в том числе и за деньги. Как вы думаете, а Володимиру Зеленскому президенту Украины також абсолютно плювати на такую поведенку его фактически, ну, подлеглих? Нет. У него социальная сеть. Ему же главное аплодисменты. Один из его актеров вот так вот, понимаешь, нагадил на сцене. Нехорошо. Чего вышел пьяный на сцену, публика сидит, смотрит на 95-й год, а тут выходит актер пьяный и падает в оркестровую яму. Ну, конечно, Зеленскому неприятно, как держателю этого театра. Ну, я помню, как он на своей пресс-конференции, Володимир Александрович, сказал про то, что ему за многих сором. Да. И он червонит. Ну, так он продолжит червонит. Ну, тут это жизнь. А Микола Тищенко сколько уже раз влажал? Семье не без урода. Семье не без урода. Это проблема. Огромное количество ноунеймов. Вы же не забывайте, это произошла в какой-то степени незаметная социальная революция во власти. То есть ворвалось туда больше 200 депутатов, совершенно неизвестных молодых людей. Это настоящая революция. То есть власть вдруг перейшла 95-му кварталу Зеленскому. Мы же должны... Насколько это глобальная революция? Вывалились маститы и профессионалы. Вначале Янукович убежал, а сейчас и Порошенко помирает, и Тимошенко никому не нужна, Бойко, Медведчук и так далее. Это же все монстры. Это же монстры старого времени погибают. Ну, на наших глазах. Как эта политическая згра новой информации может Ну, сказал, что у вас хорошая система. Ну, попал не туда. Ну, ничего страшного, господи. Через сколько... Когда он это сказал? Три дня уже новость умерла. Ну, так и наприкінці минулого... Ну, как бы я скептически не относился к Карахаме, это одно из лучших приобретений Зеленского. Потому как он говорит. Пане Геннадію, давайте еще поговорим про международную політику, потому что липень, он достаточно активным и насеченным для президента Украины Володимира Зеленского. Сегодня он встречается с Ангелой Меркель, федеральным канцлером Немеччины. Также, скорее всего, будет его визит до Вашингтона. И он спілкуватывается фейс-то-фейс Джо Байденом. Чего стоит ожидать от этих международных активностей нашего президента. Ну, позавидуем ему. Все у него получается пока. При всем моем скептическим отношении к Зеленому и к Зеленскому, при всей первоначальной критике, что кого выбрали, я должен сказать, что у него здорово все получается. Это, знаете, как правильный выбор партнеров. Вот у него однозначный выбор партнеров. И правильный посыл в будущее, чем ты вообще занимаешься. Вот то, что не понял президент Порошенко, который на должности президента оставался бизнесменом, это четко понял, что он президент. Я буду играть президента, я войду в роль президента, я буду лучшим президентом. Это у него все для социальных сетей, для мира. И правильные партнеры. Ангела Меткель. Он же не поехал ни к кому-то, к маленькому съездить. К Байдену съездить. Ну, все у него получается. Знаете, не знаю, как это у него получается. Ну, везунчик есть, вот везучее поколение. Я фартовый. Знаете, как сказал Олег Блохин, так само можно сказать про Володу Мразелинскую, что есть у него фарт, так? Да. Время правильно подумает. Ну, я думаю, что это же поколение уже очень отличное от 90-х. Это, я их называю, поколение законников. То есть взамен 90-х пришли, взамен моего поколения пришли. Они пришли все узаконить. То есть узаконить капиталы, узаконить отношения, узаконить зарплаты министра, узаконить отношения статус-кво в мире. И выбор правильный в данной ситуации с правильными людьми по правильной стороне баррикад. Правильными парнями, как американцы в сериалах говорят. Правильные хлопцы. Вы по правильной стороне. Вы с нами, говорит ФБР. Поэтому стучите на партнеров. Пане Геннадьо, завтра зберется позачергово Верховная Рада. И, зокрема, среди тех 5 вопросов, которые рассматривают под куполом, депутаты также рассматривают законопроект о легализации медицинского канабиса. Вы за легализацию? Да. Хай будет легализованным медицинским канабисом. А почему, то есть? Человек должен иметь возможность пользоваться тем, чем он хочет. И в данной ситуации во всем мире уже признано, что канабис не вредит здоровью, а помогает людям со смертельными болезнями. Я лично знаком с парнем, который благодаря канабису бросил наркотики. Ну, тяжелые. Он сидел на тяжелых наркотиках, но говорит, единственное, чем я спасся, это канабисом. Потом канабисы имеют обезболивающие функции. Там очень много у него ответвлений, которые должны развиваться в Украине. Потом в сельское хозяйство Украины желательно больше канабисов ввести. Во-первых, это заработок. Во-вторых, наши почвы к этому приспособлены. Поэтому вполне за. Чи не приведет легализация медичного канабиса до его использования уже не в медичных целях? В любых целях. Какая разница? У меня несколько грамм лежит, допустимых по закону. Думаю, я не курю, потому что мне не нравится само курение. Ну, лежит там. Пропонуете тем, кто до вас приходит в гости? Та не, мне кто-то оставил, подарил. Я когда один раз покурил, ну, мне не... Не зайшло, так? Ну, мы в молодости так накурились его, что у меня, видать, отвращение. У нас в молодости было бурно. Дети во дворах на окраине Днепра курили день и ночь, я должен сказать. Это не очень хорошо сказалось на поколение, потому что почти все во дворе вымерли от наркоты. И было выражение, что вы уже в космосе, так? Да, не хорошее время было. Ну, а Ричард Брэнсон реально побывал в космосе, до речи? Побывал, да. Ну, Ричард Брэнсон... Ну, вы знаете, я бы Ричарду Брэнсона все-таки... Он когда-то был в Украине, выступал в гостинице «Украина», оделся в вышиванку и советовал украинцам заняться сельским хозяйством. Вот где он должен показать мастер-класс, приедь в Украину, займись сельским хозяйством. Трактористом поработает. Нет, понимаете, вот свинство вот этой элиты мировой, которая летает в космос, у которой 3 миллиарда состояния. Они не рассказывают, как Англия заработала деньги, англичане стали богаты. Они не рассказывают про Америку, там, 19 века, что они без налогов поднялись. Они дают советы космической глупости для отсталой страны. Он дал нам, украинцам, многие ссылаются. О, Брэнсон сказал, это же миллиардер, сказал, что мы должны заниматься сельским хозяйством. Америку нам открыл. А он, негодяй, нанес ущерб Украине, посоветовал нам и поддержал тех, кто лезет в сельское хозяйство. Вот что плохо. А сам улетел в космос. Еще и вышиванку одяхнул. Еще и вышиванку тогда. Сейчас он что, был опять в вышиванке? Да, начебто. Я думаю, что он был в космическом скафандре, модный, современный человек 21 века или 22 века. Но в Украину они все заталкивают в отсталые страны. Сельское господарство, IT, вот это как наши корпоративные чиновники. Так а пипл же хавые. Вот. Проблема пипла. Они либо заведуют чужим зарплатам, либо совершают глупости ежедневно, начинают бизнес не на той территории, не там, совершенно бесполезны в современном мире и смотрят телевизор день и ночь. И это скорее вопрос к пиплу. Потому что если бы не было этого пипла, то в общем-то и наши политики поздыхали бы уже давно и пришли бы совершенно другие. Люди, которые потянули страну, там, финансовый рай, внедрили здесь 5-10, либертарианство. Но вот это вот огромная масса людей, завистников, с демонами в голове меньшевартости украинской, да, меньшевартости. Скорее, это не демоны, это торганы такие. Это демоны. Вот это когда-то Германия, у немцев была меньшевартость, потому что они говорили, Германия понад усе. Сейчас Украина понад усе. Это вот есть синдром низкостатусности. Это зависть к Европе, к богатой. Мы отличаемся, будем защищаться в толпе, коллективизме. Это коллективистские демоны сидят у населения. Как думают коллективисты? Почему он зарабатывает много? А почему ты не зарабатываешь вообще? Почему у тебя минимальная пенсия и минимальная зарплата? Как ты живешь? И почему ты так живешь? Вот какие ты вопросы сам себе должен ставить. Была бы у вас возможность полететь в космос? Полетели бы? Наверное, да, воспользовался бы возможность. Ради славы? Ради 5-10, ради либертарианства? Ну, заради 5-10, зрозуміло. А сколько за такое задовольное готовы были бы заплатить? Ну, платить как раз я не готов за такое задовольное. Платить бешеные деньги за столь рисковое путешествие. Ричард Брэнсон запропонул бы, сказав бы. Ну, там эта стоимость 250 тысяч, насколько я знаю. Я б не полетел за 250 тысяч. Хотя я же не миллиардер, поэтому я не буду судить, как ведут себя миллиардеры. Многие миллиардеры полетят, потому что это небольшая цифра. Многие миллиардеры полетят, потому что это реклама их компаний. Сам Брэнсон полетел, потому что ему надо Вирджин рекламировать. Наверное, он все-таки хочет войти в историю, как первый турист в космосе. Потому что должен был забрать Безос, у которого 200 миллиардов долларов. Вот-вот он полетит с братом. Но я думаю, что сам Вирджин не дотягивает до того, что сделал в этом направлении Безос. Но мы посмотрим, на чем полетит Безос, какая у него ракета. Хочется людей не ставить. Но надо не забывать, что у Безоса собственный космодром. У него больше финансовый ресурс личный. И он находится в Америке. Я думаю, что он полетит совершенно с другим пафосом и на более долгое время. Геннадий Балашов – долларовый миллионер? Наверное, да. Мабуть. Ну, как считать? В недвижимости, в долларах. В чем будете считать? Давайте в нерухомостях. В нерухомостях очень даже миллиардеры. Очень даже, да. В космос безкоштовно полетели. Я зрозумію. Добрый, пане Геннадию, дякую вам за цю розмову, за все спілкування. Геннадій Балашов, лідер партії 5.10, був гостем студії Поліотека. Дякую нашим глядачам за увагу. Бережіть себе. До новых встреч.